Привет, это Бибой Фунт, представляю команду PowerMove Conspiracy, Illusion of Exist, World PowerMove Series и сегодня мой урок на BreakAdvice. На сегодняшнем уроке я расскажу вам, как делать NightyNine или свечу. Итак, все, что вам нужно знать о NightyNine. Существует два базовых варианта, как его можно делать. Первый вариант, когда я буду крутить NightyNine, я буду смотреть в руку. И второй вариант, когда я буду прижимать свою голову сюда. Выбирайте сами, но мой вам совет, выберите один из этих вариантов и учите сразу только его. Можете попробовать и так, и так, куда вам больше душа лежит, тот вариант и делайте. Итак, перед тем, как начинать NightyNine, нужно выучить небольшие упражнения. Если вы будете это делать, у вас будет контроль лучше и вам будет легче его исполнять. Итак, что нам нужно делать для NightyNine? Начинаем с простых фрезов. То есть стойка на руках. И я буду делать, пробовать не крутиться. Я не закручиваюсь, просто делаю вот такую операцию. Фишка в NightyNine такая, что когда вы крутите, ваше тело прижимается к земле. И ваша задача не дать вашему телу сломаться. То есть я кручу и я вытягиваю, я пытаюсь от земли вытянуться. Это упражнение поможет вам. Я стою раз и вытягиваюсь. Это базовое упражнение. Если вы будете его делать, как минимум 2-3 NightyNine оборота вы уже будете делать. Итак, с чего нам начинать именно крутить NightyNine? Мы будем учиться делать сначала самую концовку. Когда я прямо уже закручиваю вот эту часть. Итак, заход. Это очень важная часть. Для начала мы будем делать не сильно. Я не буду сильно закручиваться. Слабый заход по чуть-чуть. Раз, два. Я делаю слабенький заход и выкручиваю ноги вверх. Раз, два, три. Не старайтесь сразу сделать сумасшедший заход и закрутиться. Делаем все плавно и осторожно. Потому что с NightyNine можно сорваться, упасть, травмироваться. Что нам никому не нужно. Итак, еще раз. Медленный заход. И я выкручиваю у себя свечу в ровную позицию. Раз, два, три. Все. Так мы можем накручивать до 3-4 оборотов. Когда вы будете крутить 3-4, мы можем продолжать дальше. Итак, как же набирать скорость? Как же крутить много NightyNine? Здесь вступает вход нашей ноги. Итак, вы должны понимать, как работают наши ноги. Я делаю заход и ноги мои будут широко. И теперь я должен крутить NightyNine и выводить правильно свои ноги в вот такую позицию. Итак, как они выводятся? Если вы делаете NightyNine на левой руке, то первая нога, которая будет подниматься, будет левая. Итак, будет раз, два. Итак, я делаю заход, становлюсь вот в такую позицию и медленно ввожу левую ногу. Раз, два. Еще есть такое упражнение, которое называется баланс. Просто будете балансировать на руке. Это не обязательно делать, но если вы умеете делать баланс, вам будет легко. И, допустим, я захожу на NightyNine и вывожу. Раз, два. Я вам советую учиться делать баланс как на левой руке, так и на правой руке. Он вам поможет, разовьет ваш плечевой сустав. И NightyNine будет делать очень легко. И вообще он поможет вам дальше, если вы планируете заниматься пауэрмолом. Баланс лишним не будет. Итак, основные моменты NightyNine. Вы должны выбрать, будете вы прижимать голову или вы будете смотреть в руку. Вы должны вытягиваться во время NightyNine, не давать вашему телу сложиться. И вы должны делать правильный заход и следить за выводом ваших ног, чтобы вы понимали, какая она. Если вы крутите NightyNine на левой руке, то, соответственно, первая нога выходит левая и потом к ней выходит правая. Это основные моменты для NightyNine. Еще важный момент, что, как известно, NightyNine самый нестабильный, наверное, элемент из пауэрмола. То есть не расстраивайтесь, если сегодня вы скрутили пять, а завтра вы скрутили один. То есть тренировать NightyNine нужно постоянно. Вы можете уделять буквально 15-20 минут на каждой тренировке. И прогресс, естественно, будет у вас ощутим. И также мой вам совет учиться не только обычный NightyNine, но пытайтесь сделать всякие варианты. NightyNine с хватом, в бочке или углом. Еще один очень важный момент, на чем крутиться. Если вы планируете крутить много Nighty, вам понадобится напульсник или на этикрутка, называйте, как хотите. Итак, можно, конечно, крутить на голой руке, но зависит от человека. Есть люди с сухой кожей, у которых действительно рука просто крутится. Но в основном вам нужно будет пользоваться напульсниками. Мой вам совет, берите простой напульсник и одевайте его не на целую руку, а на вот эту небольшую часть. То есть примерно должно выглядеть вот так. И учитесь крутить NightyNine на вот этой вот части, только вот здесь вот. Когда вы переходите уже за 5-6 NightyNine, вам придется одевать напульсник побольше и крутить уже на всей части. Если вы хотите крутить еще больше, вам нужно будет что-то нашивать. Допустим, или наклеивать, как делаю я. Это обычная сетка скользящая. То есть мы ее наклеиваем клеем. И на любом полу она будет отлично скользить. То есть, ну а я вам советую делать это уже, когда вы более-менее крутите там по 7-8 оборотов, потому что с такой сеткой просто будете слетать. С вами был Фунт, Power of Conspiracy, Illusion of Exist. Это был урок для Break Advice, как делать NightyNine. КОНЕЦ